Группа Э4, Э5. Всех приветствую на нашем очередном онлайн уроке по теме лепка, на которой мы сейчас работаем с лепкой и росписью сосуда. Сегодня я покажу вам как загрунтовать наше изделие, а затем его расписать, нанести базовые цвета. Сегодня пока детальную роспись трогать не будем, нанесем базовые цвета методом сухой кисти. Итак, для начала наш сосуд надо загрунтовать. Мы его сделали из пластилина, обезжирили мыльным раствором. Я его еще подержал какое-то время, так как скульптурный пластилин, подержал в холодильнике, чтобы немножко он затвердел и не был слишком, в руках сильно не мялся, потому что пластилин достаточно мягкий. Ну и потихоньку приступлю к грунтовке. У меня в данный момент грунтовка черного цвета, наношу ее тонким слоем. Тонким слоем и пока без воды. То есть полностью методом сухой кисти. Кстати, для декоративной росписи самая подходящая техника в работе именно с сухой кистью. Слой получается более равномерным. Легче сделать густой кроющей краской какие-либо переходы, оттенки и тому подобное. Разумеется, меньше всевозможных подтеков. И соответственно сохнет тоже быстрее. Потому что слой получается тоньше и в чем-то даже экономия краски или любого другого материала, которым мы покрываем наши изделия. Хорошо. 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 Как. Хорошо. 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 расписываем растягиваем наш слой тоньше 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 расписываем ну вот мы нанесли базовый слой загрунтовали теперь потихоньку можно наносить уже основной базовый цвет в моем случае попробуем сделать вот такой горчично-бежевый смешаем пару цветов нанесем базовый цвет также методом сухой кисти будем работать посмотрим что у нас получится чуть-чуть добавим белого цвета то у нас что-то сильно прям такой ядреный получился чуть-чуть добавим белил и его немножко смягчим вот такой более горчично-кремовый у нас получится теперь этот слой также методом сухой кисти пробуем нанести на наш кувшинчик наносим растираем конечно гуашь у нас все-таки более влажная получилось вернее даже не влажная скорее более жиденькая чем например отдельно взятый грунт поэтому придется более капитально прорабатывать ну больше растирать конечно где-то на немного смешается с цветом грунтовки ну ничего страшного как раз мы получим наш основной свет более или менее ближе к тому который я задумал вот так потихоньку расписываем сухой кистью вот растягиваем растягиваем чтобы на 100 раз соответственно можно скорее слой высох вот где-то можно подождать когда немножко здесь гуашь в палитре подсохнет но ждать нам особо некогда не подсохнет станет более гуще и уже как бы продолжить именно макать и переносить сухой кистью вообще запомните повторюсь что техника сухой кисти она как раз хороша для вот таких вот росписи которые вы делаете когда наносите цвет на какой то определенный предмет там допустим шкатулки вы возможно будете расписывать уже потом в третьем по моему классе художки если поступите ну и так тоже что-то на своей практике рано или поздно придется поэтому учитесь применять вот такую вот технику которая как раз таки подходит именно для росписи техника сухой кисти вот можно так поставить расписывать вот чтобы он тем временем другая сторона подсыхала я все-таки немножко неустойчиво ну ладно растягиваем слой растягиваем можно будет нанести еще один слой но сейчас просто покажу так вкратце сильно прям уже слоев много слоев постараюсь не делать принципе я думаю вы поняли как наносить базовый слой вот цвета но при всем при этом не забывайте что первый слой который смешится с грунтовкой это все равно как бы пробный слой вот поэтому вам настоятельно рекомендую когда высохнет еще один а то и два таких слоя сделать чтобы у вас цвет полностью был ровный чтобы вот таких вот каких-то изъянов трещинок практически не было видно расписываем вот как-то так у меня получается сохнет довольно быстро но все равно еще возможно тут одним слоем не обойдется вот поэтому что вам надо будет нанести несколько слоев и уже потом переходить дальнейшей росписи так ну тут еще остался вот этот фрагмент так же добираем остатки сухой кистью накидываем вот старайтесь воду вообще не добавлять при росписи то есть ну и конечно сильно жидкие краски сильно тоже много красок наливать не надо чуть-чуть буквально где-то немножко выдавили например гуашь или слегка нанесли на палитру вот где-то смешали чтобы получить желаемый цвет и постепенно вот она сейчас гуашь чуть-чуть стала подсыхать тем более я уже тут почти растер по палитре поэтому она быстрее подсыхает и то же самое у нас происходит на рабочей поверхности мы тонкой кистью этот тон как бы базовый цвет слой растягиваем по всей поверхности соответственно чем тоньше слой тем он быстрее высохнет если бы мы работали влажной кистью у нас бы все-таки кувшинчик был бы весь в разводах поэтому мы работаем именно в технике сухая кисть так немножко еще добавлю белого чтобы так сказать обновить краску видите у нас цвет уже темней получился можно еще чуть-чуть больше добавить видите тут уже цвет не совсем тот что нужен в качестве скрепляющего слоя можно использовать так сказать промежуточного вот ну и повторю что вам желательно базовый цвет нанести в два а то и в три слоя чтобы ваш кувшинчик вот тут чуть-чуть можно пробежать влажной кистью то самое вот эти вот места не проблематичные правильнее сказать скорее не затронутые можно пробежаться и потом уже сухой кистью их уже где-то порастирать порастягивать тогда у нас все получится обязательно ну вот в принципе слой готов подождем когда высохнет так ну вот немножко подсохло так поэтому в качестве примера сейчас сразу вам покажу где я нанесу роспись вернее даже не роспись а тоже базовый фон под роспись вот такой сосуд получился это вот с основным цветом но я думаю вы поняли как базовый цвет наносить теперь попробуем нанести уже непосредственно наш как бы даже не узор а фон для узора где этот узор будет располагаться нанесем мы его посередине вот тут вот полоску сделаем широкую и сверху а потом уже на следующем занятии заключительном уже добавим разных интересных закорючек и у нас получится такой довольно интересный кувшин должен получиться можно чуть-чуть темного добавить чтобы более такой контраст был попробуем расписать сначала вот тут вот в районе горловинки определить толщину пусть у нас где-то будет допустим вот так вот примерно в полтора мазка там уже где-то если за контуры вышли можно и немножко будет подправить уже базовым цветом так нанесли пока я показываю вам основные такие моменты уже на следующем занятии у нас будет завершение урока и мы будем наносить разные интересные узорчики так все вот верх не нанесли поясок там конечно еще мы все подравняем дальше будет видно можно воды добавить так и теперь сделаем тут поясочек тут можно уже пошить где-то шириной в три таких кисточки наносим в итоге у нас тоже такой вот поясок должен получиться и уже потом на него мы нанесем серию узоров ну и добавим конечно около ну и добавим конечно около так носим наносим наносим так только где у нас все равно будут разводы поэтому я говорю придется выравнивать еще неоднократно вот учитывая что тут как бы требует определенной детализации так кто умеет работать с глиной кто еще если вдруг не сделал упражнение можете попробовать поработать с глиной или полимеркой не знаю потому что все таки и сосуд должен быть сосуд обычно их делали из глины но глины у нас под рукой нет но у кого-то просто может какая-то быть синтетическая глина или что-то в этом роде да немножко сложно расписывать когда вот идет по боку вот делаем поясок так ну вы собственно я думаю поняли как вообще расписывать композиции скидывали есть прям очень интересные идеи как держать продолжайте ребят в том же духе это очень важно да глаза боятся руки делают не без этого так можно в принципе широко и так пробежаться внести вот что у нас получилось так это пока наши базовые цвета нашего кувшинщика на следующем занятии я их уже к следующему занятию попробую подровнять местами а на самом занятии мы уже идем более детальной росписи так ну вот как то так ваша задача в том чтобы вы уже я просто смотрел многие слепили свои горшочки вазочки главное чтобы они у вас у всех были то есть не выкидываем не переделываем и делаем по мотивам этих идей уже в объеме то есть создаем сосуд потом его грунтуем это те кто еще не успел так то я смотрел видел что работа идет есть очень хорошие работы вот поэтому те кто уже в процессе смотрите как расписывать и берите на вооружение вот это пока только базовый покрас но хотя бы уже технику вы я надеюсь усвоили технику сухой кисти так ну все на этом наше занятие закончено встретимся на следующем онлайн уроке всем спасибо 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 спасибо